Мы ребята молодцы! Артековцы! Артековцы. Так не без чувства гордости называют себя школьники. В их числе краснокамец Денис Хайбрахманов. Восьмикласснику выпала возможность бесплатно три недели отдохнуть в одной из лучших здравниц России на южном берегу Крыма. Я туда хотел поехать с детства. Я даже не думал, что я там побываю, потому что это очень классный лагерь. Потому что у меня получилось столько эмоций после того, как приехал. Я все еще родителям каждый день рассказываю что-либо. Путевку в престижный лагерь он получил в награду за свои успехи в учебе, победы в олимпиадах и творческих испытаниях. Он показал отличные знания в региональных, всероссийских и международных конкурсах. Мне моя учительница по математике предложила отправить все достижения в интернет. Я зашел туда, начал интересоваться, мне помогала чем-то мама. За последние три года я выкладывал свои достижения, то, что я выиграл, всякие олимпиады, конкурсы. Там все по баллам. Потом мои баллы обработали, немножко спустили. У меня получилось в итоге 180 баллов. И меня позвали, позвонили маме, сказали, вот, ну, как бы, смена начинается третьего, готовьтесь. Сказали, где-то за две недели до начала. С 4 по 24 мая Денис стал участником артековской смены под названием «История нашей победы». И 9 мая прошелся в рядах бессмертного полка по улицам Севастополя. Моя смена называлась «История нашей победы». 8 мая мы чествовали ветеранов артека. Они рассказывали нам свои истории, так как они были дети войны. Мы задавали им, каждый мог задать свой интересующий вопрос, и они отвечали с удовольствием. Ну, им было тяжело, но они отвечали. 9 мая мы поехали в Севастополь на Сапунгару. Там проходил, ну, как бы, парад победы. А потом ночью, ночью мы с всем артеком прошли, ну, прошла акция «Бессмертный полк». Каждый, ну, у каждого был свой портрет своего дедушки, своего прадеда, ну, или прабабушки. И мы прошли. И потом нам отправляли родители. Школьники в лагерь мечты поехали во время учебного года, поэтому до них проводили уроки. В ходе пятой смены артековцы ждали экспериментариумы по физике и химии, уроки безопасности и туризма, а также знакомство с древней историей и природой Южного берега Крыма. Это 20 недель, у нас учебных дней было всего 5. Каждый день по 4 урока. Ну, как бы, в школе, в самой школе у нас проходило только 4 предмета, это математика и русский, и химия с физикой. Они уже в лаборатории проходили, мы всякие, ну, лаборантские интересы делали. А остальные уже всякие биологии, английские, вот такие предметы, истории, географии, мы, как бы, посещали их на, не в школе, а, например, на выезде. Например, по географии мы ездили в мраморную пещеру, это был самый наш первый, ну, как бы, можно сказать, урок. На биологии мы вышли на берег Черного моря, нам рассказывали о растительности артека, о животном мире, ну, как бы. Как говорит Денис, на отдых времени не было. Все свободные минуты занимают различные творческие мероприятия, которые помогли подружиться с ребятами со всей страны. Ожидания серьезно оправдались. Я очень много читала в артеке, смотрела видео на ютубе, вообще, очень много. Ожидания серьезно оправдались, они даже стали лучше. Артек – это самое-самое лучшее место в мире для детей, это сто процентов. Если у меня будет возможность побывать там еще раз, я, ну, хотелось бы мне поехать, конечно, потому что, потому что я привез оттуда более эмоций, более впечатлений. С артековскими друзьями школьных надеются увидеться еще не раз, поэтому и поддерживают тесную связь в социальных сетях.